Сегодня в Поляске есть два вопроса. Первый вопрос от образовательных организаций городского с полным 2015-2016 годом. Закрадуя Сергея Валентиновича Тарасова, с этим и дедом по ценам образовательных шансов. Уважаемый господин Николаевич, уважаемые участники совещания, всего по состоянию 10 августа 115 года количество муниципальных образовательных организаций составляет 830 учреждений. В том числе 349 школ. Главное начисление старичающихся в школах для начала учебного года составит 133 числа, чем 270 человек. Из них 15 586 плодоклассники. В рамках программы обморации в 2015 году в бюджетном образовательности выделено 118 миллионов рублей. на эмирацию 5-ми школ в 4-х муниципальных образованиях. Это Городский, Район Пьерский, Урский и Город Сосновый год. В рамках проекта «Школный спорт» на реализацию комплекса мероприятий по улучшению условий и занятий физической культурой спортом. В этом году направлено 26-м годы федерального бюджета и 20-м годов за счет бюджета ременда скорости. И сейчас начинается и проводится ремонт в 23 школах, ремонт спортивных залов. Кроме того, в 2015 году был капитально отремонтирован спортивные площадки в 18 муниципальных общообразовательных школах. В 2015 году запланировано ввести около 4 тысяч новых мест в дошкольном образовании. В рамках проекта «Школный спорт» строился из-за загородных водородов, в 2015 году 18 детских садов. Все образовательные учреждения области осуществили систему мероприятий и пожарной сигнализации. В рамках централизованы пункты подразделения пожарной охраны всем медицинам, правильные учреждения. В образовательных организациях проводится постоянная работа по созданию добровольных пожарных угрожений. Настоящий уровень таких пружин в год на 665. По конструктивистической безопасности все образовательные учреждения в городской области и разработанные согласованы и установлены проектом паспорта комплексной безопасности, социально-значимого объекта. По школьным автобусам, в 2015 году на странах университетных районов направили субсидии на предприятие детских и тяжелых автобусов. В 9 районах университет 20 автобусов, в 4 районах университет городской области и области, в Севселовске и выборские районы, в чём уровне проводились сантиметр и доставка оставшихся 9 автобуса. Во всех образовательных организациях имеются паспорта дорожной безопасности. Что касается комплектованного кармана, то все атака, все их сторон на сегодняшний день будут укомплектованы за счет работы с системой образования городской области и новых специалистов, которые ведутся в учреждении образования, высшего образования. Системных проблем с надземных подготовки кадров и укомплектований в системе образования городской области нет. В 15-м году мониторинку образовательных учреждений к началу учебного года проводится Министерством образования и науки 20 лет в последних пятницах. Также мониторство образования оставит на обновлительных картах выбрать первое агентство, которое мы должны положить о результатах приема для образовательных организаций. По оперативной информации на 10 лет после 15-го года приняты пожарным надзором 52,5% и 30% школ, а в городской области 29,3% школ. На сегодняшний день у нас нет официальных данных по принятию образовательных организаций перед оборудованием пожарного надзора и ростного надзора под другим районам, а Туркейский, то есть в городе Сосновской области. Хотелось обратить внимание на браке правильных отлистов, которые сегодня называются в особом контроле со стороны об администрации. Цель всего это Костаковская школа, Турканский район, и здесь есть риск для приемки отзыва для этого образовательного учреждения. Сосновская школа, где завершаются, в Преозийском районе, где завершаются ремонтные работы, Киевская школа, номер 3. Хотел загнуть, как положить органы выросла, выросла с этого района, всегда очень четко, заранее спланирована эта работа. В данной администрации, вместе с контрольными органами эта работа проводится в планах формат, и практически мы уже поднимаем, что в первую половину нет, уже большинство отзывовательных организаций разданут на обучение мобильного. Также, в том, как есть Костаковский район, который тоже в последние годы достаточно активно работает в обществе на территориологической базе здравоохранения в учреждении, привлекает в обществе региональных средств, и здесь тоже зарпросы по приемке ведутся достаточно исключительно. Какие задачи, которые вообще не должны быть на настоящее? Соснованная задача работа по завалению для образовательных организаций. По администрации закреплено на место, на основном не только что учить от водоисплотацию объекта, но и оцензии на осуществление образовательной деятельности, от этого необходимо получить соответствующее заключение отзывовательных органов МЧС и распотребного отзора, и в большинстве на образовательных очередей, в 20-м году, в 20-м году, в 2015-м году. Дальше. 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 администрации, значит, еще, по крайней мере, под этим же проектом, как минимум 8 детских садов. У нас с какой же проблемой столкнемся опять? Возможно, да. Я еще раз говорю, что вот те вопросы, которые имели места, да, то есть сейчас... Вы же это рассчитаете, или все? Нет, давайте сделаем так. Серьезно, Николай Петрович, давайте предсрочно комиссию принесло, потому что все еще вопросы, не только качественного, 5 детских садов, вообще, вот так вот, то есть сказал, 8 объектов. И для нас, конечно, когда Александр Юрьевич, совершенно непонятно, проект прошел в аспертизу, был полностью согласован, и сейчас выявляются трендерные претензии. Хочу ответить на то, что сейчас губернатор планирует информацию для Геннана Весенча, Орлового, посещение 27-го числа первомайского родственского поселения как раз в дом детских садов. И если же 27-го числа мы увидим о том, что 2 детских садов логично не будут готовы, или же, по вашей точки зрения, не нужно не получить лицензию, не понимать, что практически мы согрели на этом мероприятии. Поэтому Николай Петрович, Сергей Петрович, и Александр Юрьевич, мы сейчас тоже сейчас прилипись на садове, что мы, конечно, считаем, во всем АДИПО, что мы сейчас с вами поделили, и по четвертому году, который мы планируем, согласно нашей программе, мы будем резюнатором, основеющим президентом, по приобретению 10 садов в Геннадскую область. Заимные предложения сюда включить и на скринах. Николай Петрович, Москве, Михаил Иванович, Сергей Валентинович, Ирина Славович, вы, безусловно, и все, что мы уже сейчас принесем, запасы по каждому мобилю. Иначе у нас под садовом будет целая вся программа. И почему-то, да, эта информация у нас не была ранее, потому что необходимо было ее обсудить на малом параде. Какой-то следующий вопрос, сегодня мы должны быть тогда отсюда. У нас подстроена тогда вся программа. А по времени, сколько нужно делать сейчас, когда проникли комиссии, два дня, когда человек. Александр Георгиевич, меня прошла с прозволью, максимально научиться, вот того, что проникли результаты, у нас каждый год у меня появляются вопросы по обучению, тоже включал вообще эти вопросы по обучению, по обучению и на улучшению ацензии. В нашей школе, через две, потому что в эту цифру я сразу перехожу. По обучению от службы отзора, в принципе, на 50-х концертах, это было на 5-10-х, в городе, сейчас 50-х, в городе, сейчас 50-х, в городе, сейчас 55-х, сейчас 56-х, в инфинкции, сейчас принято. Я хотела бы убедить свои вопросы, которые в основном сталкиваться с этим проблемами, но на разуме требований от службы отзора было всего 4, и для южных уже оказалось 22. Поэтому я предлагаю не только унифицировать, как скажем, требования по проекту, но и по приемке. Мы тоже, к сожалению, сталкиваемся с тем, что замечания у нас растут, только даже, извините, смешны, когда текст оповещения содержит слова, способные вызвать памяту. Давайте как-то одинаково сходить в подготовку учебных заведений, и такие, конечно, это мерочные замечания, но то, что они возрастают, приближаясь к учебному году в приемке наших учреждений, конечно, это не очень хорошо. Еще я хотела бы попросить, обратить внимание на то, что если мы сейчас примем наше учреждение по гарантийным письмам, я боюсь, что проблемой, в том числе и денежной, это станет нашей, хотя все вопросы связаны в основном с проектом, с проектированием. Мы попали в число первых, кто строил детские сады, с типовым зданием, которое пришлось проект переделывать под новой нормативой. Надеюсь, что у коллег, которые уже реализовывают проекты по новым технологическим требованиям, таких проблем не будет. Поэтому большая просьба не ограничиваться гарантийными письмами, а все-таки провести, как правильно Константин Николаевич сказали, переговоры с застройщиками, чтобы они сами эти доделки устранили. И если можно, у меня еще есть два вопроса, которые касаются подготовки и приемки наших учреждений. Очень прошу помощи в взаимодействии с Ленэнерго. Мы в этом году запустим детский сад. Работы ведутся в плановом режиме, у нас нет никаких сомнений, что мы успеем все сделать. Но у нас есть проблема с мощностью, которая когда-то была закреплена за этим учреждением. Потом в рамках реорганизации мы объединили эти учреждения, и мощность 90 кВт пропала. На сегодняшний день у нас нет понимания, выкупает на эту мощность, и вообще есть ли она, и будет ли она. На наши письма, которые мы неоднократно писали, к сожалению, оказалось, что они нам тоже писали письма, они знают, почему они до нас не доходили, как наши к ним, так и их к нашему, как глухие, со слепыми разговариваем. Но это проблема, которую нужно решить именно на уровне руководства Ленэнерго. Нам не справиться, помогите нам, пожалуйста, если можно, такое поручение дайте. Письма на правде сейчас срочно, Николай Петрович, не повторяйте. Хорошо, повторим. Письма на совещании. Хорошо, и еще есть одна проблема. Мы действительно в последние годы много строим, и первый детский сад, который был построен в городе Гачи, не строил нам ДСК-5. На ибре этого года гарантийные сроки заканчиваются, но, к сожалению, фасад рушится, с вентиляцией остались проблемы. Это тоже после доября будет проблема бюджета районного и областного. Мы все переговоры, все совещания, которые мы здесь проводили, не привели никакому результату. Мы подали исковое заявление в суд, поскольку сроки все заканчиваются. Я бы тоже попросила помощи в части понуждения выполнения застройщиками своих гарантийных обязательств, потому что детский сад превращается уже в очень непредвязное учреждение. Я говорю, кто заказчиком был? Я говорю, кто заказчиком был? Заказчиком были мы. Муниципальное образование? Да. Это полное право туда, если обратиться в суд, гарантийные сроки еще не закончили, с вами уже срочно, а юридически. Мы подали документы в суд, Василий Николаевич, просто они обещали отремонтировать, если можно по линии все-таки работать с заказчиками. Я думаю, что вы не хотите закрепиться, а сейчас вы обратите, пожалуйста, на уровне в районе 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 в районе. Вопрос серьезнейшим, нужно обратить внимание, что проект прошел, закрепился. Я еще раз говорю, вам как рабочая комиссия, мы все это дело должны, все эти моменты поговорить и еще раз можно переговорить, правильно сказать, что нужно сотрудников соединенных комитетов, чтобы они смогли грабить участие и тоже участвовать в этом процессе. А нарушение вообще на самом деле, там есть ряд вопросов, которые связаны чисто с монтажом. Там, например, есть моменты, когда неправильно монтируют встречные площадки. А нарушение в районе 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 в